приветствуем вас друзья на канале Даниила и Ларисы сегодня хотим поделиться ну в первую очередь у нас прекрасный урожай урожай щавля в ларисовой теплице там просто джунгли из щавля можно обезьян заселять вот так связи с этим часто просят давайте сезонные рецепты вот сезонный рецепт зеленый борщ реально очень вкусная штука потрясающая мы его постоянно готовим в сезон из щавля и вот мы взяли такую хапку щавля а можно еще сейчас есть крапива вот именно молоденькая самые кончики крапивы молоденькой ну в общем в описании видео вы найдете точный рецепт со всеми ингредиентами рассчитанными тут уже что то есть на вот такую прекрасную кастрюльку зеленого борща поехали будет вкусно сейчас кратце расскажу мы взяли жирную свинину для наваренности бульона и так как я не раз говорил что в супах я люблю нежирное мясо лариса мне вот такую вот свиную свиную заднюю часть вырезала далее лавровый лист яички для яйца я не буду говорить яички на эти штуки это яйца куриные яйца в общем куриные яйца для заправки борща картошку лук морковка зелень лука и немножечко укропа естественно для того чтобы приготовить любой суп первую очередь на нас варить бульон чем сейчас с вами друзья и займемся мяско мы уже порезали вот таким вот образом переходим к плите ставим кастрюлю с холодной водой на любую плиту на газовую на электрическую без разницы зеленый борщ у вас все равно получится закидываем туда мясо включаем нагрев и мясо и грудинку а вообще как бы мясо для зеленого борща на ваш так сказать на ваш вкус если вы любите жирный борщ и любите жирное такое мяско в супах можно и ребрышек туда добавить можно очень жирного мяска можно шейка но я люблю вот пресная и так закинули все мясо включили нагрев и ждем показать закипит надо главное не пропустить момент закипания мы будем снимать пену которая образовывается в момент закипания бульона и сделаем это очень тщательно чтобы бульон у нас был очень чистый чтобы он не помутнел дождемся закипания и вернем бульон начинает закипать и мы снимаем пенку снимаем ее очень тщательно то есть ну вот все время пока он будет закипать пока будет появляться пенка берем вот так вот либо ложечкой кому удобней ложечкой кому удобней шумовкой и все ее снимаем если этого не сделать то бульон будет мутный некрасивый на вкус наверно никак не повлияет или тоже повлияет в общем мы никогда не пробовали так делать вот так вот один раз сняли немножко через некоторое время пенка проступит снова опять ее снимаем до тех пор пока она не начнет но не перестанет вернее выступать уменьшаем огонь до минимума и на медленном огне чтобы чуть-чуть кипела варим бульон в течение часа в это время друзья куриные яйца заметьте я не говорю яички куриные яйца ставим на огонь и варим вкрутую ну то есть где-то 10 минут после закипания чик и так яйца варятся бульон варится увидимся через час варится бульон подготовим остальные ингредиенты картофанчик порежем на кубики размером где-то один полтора сантиметра все зависит от того какой картофанчик вы в супах любите если любите покрупнее то можно полтора или даже два если любите помельче как мы например то где-то один сантиметр далее на мелкие кубики порежем наш лучок на кубики где-то миллиметров 56 лучок порезан лариса плащет лариса плачет плачешь лариса теперь потрем морковочку на вот такую вот ларис сюда пожалуйста на вот такую вот меленькую терочку натираем морковку морковка готова теперь порежем наш щавель так вот собираем его весь в огромный пучок естественно моего вымыли предварительно и нарезаем вот так вот в пучке прям где-то кусочками размером по сантиметру вот такая чудесная горка щавля у нас получилось отправляем его в какой-нибудь контейнер или в кастрюльку далее достаточно мелко покрошим зеленый лук кстати для пикантности и для аромата зеленого борща очень классно взять пару перышек чеснока именно зеленых перьев чеснока как мы и сделали крошим где-то кольцами миллиметров по пять по шесть то есть так поменьше лучок покрошим и осталось нам только укропчик ну яйца можно порезать и позже нужно ли резать яйца а вот есть такая специальная штука чтобы крошить яйца можем покрошить и так если все так больше так давай резать укроп укроп тоже собираем в пучок и режем как можно мельче решающим этапом покрошим яйца лариса хотела делать это на терку но я напомнил ей что у нас есть такой замечательный девайс который мы когда-то давно заказали на алиэкспресс и по моему ни разу не пользовались поэтому вот так вот их измельчаем на этом девайсе но можно и на терку на самую крупную и переходим в плите бульон готов как раз время время варить суп а своим суп картофанчик два листика лаврушки варим на медленном огне 20 минут а пока картошка будет вариться видите какой бульон прозрачный просто супер пока картошка будет вариться подготовим зажарку разогретую сковородку вливаем растительного масла и в первую очередь обжариваем лук обжаривать будем до золотистой корочки до золотистого цвета извините какая корочка после того как лук стал золотистым добавим морковку в зажарку и обжарим две минутки только готова и отправляем ее в зеленый борщ картошка варилась ну вот сейчас она варится уже 10 минут отправляем туда зажарку и варим еще 10 минут до готовности картошка картофанчик готов и отправляем в зеленый борщ собственно говоря определяющий фактор а именно щавием и накрошенный зеленый лучок вместе с перышками чеснока все это дело перемешаем и оставляем вариться также на медленном огне еще на 10 минут 10 минут солим зеленый борщ солим друзья по вкусу борщ можно пробовать чтобы не пересолить вкус и у каждого разные солите но лариса такую ложку с горкой столовую до пятилитровая кастрюля до 4 но лучше посолить меньше попробовать если что суп уже можно пробовать можно досолить отправляем туда яйца все это перемешиваем варим еще пять минут выключаем выключаем огонь или нагрев если на электроплите накрываем крышкой и даем ему часок настояться хотя бы а после этого будем дегустировать подает зеленый борщ вот обычно таким образом одно яйцо которое у нас было сварено вкрутую мы оставили режем две четвертинки яйца и топим его в борще также к зеленому борщу обязательно подавать сметану можно еще лучок ну что друзья я уже захлебываю слюной давайте про друзья зеленый борщик вообще на самом деле зеленый борщ как и любой другой суп значительно вкуснее на следующий день поэтому если вы приглашаете гостей то варите его накануне попробую пахнет очень вкусно и на вкус прекрасный самый вкусный зеленый борщ в мире варит лариса я вам честно говорю хочу попробовать кусочек мяса мяско просто тает во рту сейчас налю себе рюмашечку водочки и буду ужинать естественно друзья я пробую чтобы но вот вкус борща не забивать сметаной сметана акцентирует и подчеркивает его поэтому правильно делать вот так вот чик чик и теперь со сметанкой это просто великолепно правда он потрясающий он очень вкусный попробуйте дорогие друзья вам очень понравится с удовольствием представляем вам рецепт зеленого борща и надеемся что видео было для вас полезным и что вы порадуете своих родных близких или просто на семейный ужин приготовите замечательный зеленый борщ по нашему рецепту подписывайтесь на наш канал друзья если видео понравилось так ставьте пальцы вверх мы с ларисой будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго пока